здравствуйте эта программа красота и здоровье на телеканале тува 24 в студии инна клоян сегодня мы поговорим о головной боли которая начинает мучить людей даже как тогда когда она не болела тем более сейчас наступлением весны когда погода так обманчиво о причинах головной боли сегодня мы поговорим с гостем программы представляю врача невролога чай ну а я сам но хер так и здравствуйте здравствуйте расскажите о причинах появления головной боли до затронем с вами одну из самых важных тем и частых жало пациента у нас на приеме головная боль тема очень важна тем что головная боль бывает у каждого и у меня и у других самых обыкновенных людей и наших пациентов что же представляет из собой головная боль и каковы его общие симптомы головная боль она обычно бывает сдавливающего сжимающего характера продолжительностью не более 30 минут и до нескольких суток боль она по интенсивности будет умеренная или слабая интенсивность в крайних случаях она может быть тяжелой степени и как раз таки приводить к трудностям человеческой повседневной его жизни поэтому чаще всего пациента обращаются и мы смотрим всегда ли смотрим следим за пациентом головная боль причины могут быть самые разные но самые распространенные это физическое и эмоциональное напряжение физическое напряжение когда человек например во поседневной обычной жизни работает неудобная вынуждена поза поднятие тяжести приводит напряжению мышц шеи и головы и эмоциональное напряжение чувствует тревоги страха и депрессия смена сезона вызывает головные боли если да то почему до смена сезона вызывает учащает даже об сказала головную боль потому что во первых удлиняется дневной свет до пациент также можно сказать обостряются хронические заболевания у пациентов которые также могут приводить также вообще можно было бы сказать что повышаются гормоны до весна наступает не по время пора радости вырабатывается гормоны различные от этого может быть начинается головная боль тоже многие при головной боли принимают обезболивающие то есть при частых они не обращаются к врачу и также начинают принимать вопрос такой опасно ли принимать часто обезболивающие таблетки и какие последствия от этого да конечно часто принимать обезболивающие препараты нежелательно, так как частый прием обезболивающих препаратов может привести к так называемой абузусной головной боли, то есть когда головная боль реагирует на сами лекарства. Рекомендуется принимать обезболивающие препараты не более двух раз в неделю, а в течение месяца не более 10 приемов. Вообще какие препараты можно пить, а какие противопоказанные? Самыми простыми и первый ряд рекомендаций безопасных для пациента это простые анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты. Одними из безопасных препаратов могут быть такие, как ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, кетопрофен. И хотелось бы, чтобы наши жители знали, нежелательно применять именно при головной боли препараты, содержащие такое вещество, как метимазол натрия, а то есть это препараты анальгин, баралгин и спазмолгон. Связаны это с тем, что вызывают достаточно нежелательные побочные эффекты. Часто люди употребляют как раз те препараты, которые запрещены. Расскажите эти препараты, они от чего? Эти препараты применяются, также они действительно могут оказывать обезболивающий эффект, то есть анальгетическое свое действие, но у них содержащие в себе вещества вызывают побочные эффекты изменения в крови человека, реакции организма, то есть нежелательно. Только в связи с этим их и не принимают. Есть достаточно другие препараты, которые безопасны и которые рекомендованы для купирования эпизодов головной боли. По медикаментозным препаратам, конечно, желательно обращаться к участковому терапевту, к врачу-неврологу для того, чтобы своевременно и эффективно вылечить головную боль. Может ли это быть связано с нервной системой? Конечно. Это может быть связано с нервной системой, как нервная система сама и центральная, как и периферическая, когда поверждаются, когда напряжены мышцы именно головы и шеи, но поверхности, простыми словами, периферические. И также одна из составляющих частей нервной системы – эмоционально-психическое состояние пациента, потому что одно следует за другим. Если пациент эмоционально напряжен, у него напряжены мышцы. Мышечный спазм способствует и физическому напряжению. То есть это все в совокупности вместе. И подытоживая про лечение, всегда важно лечить пациента и вообще в принципе лечить комплексно. Не только медикаментозная терапия, но и немедикаментозная. И профилактическая терапия должны всегда сопровождаться и идти вместе. То есть если человек много нервничает, у него болит голова, препараты помогут? Да. Но они же все равно ненадолго действуют. Да, препараты помогут снять приступ. Но смотрите, здесь смысл в том, что снять мы снимем. Частота повторения головной боли будет такая же. Если человек не будет справляться с немедикаментозным, то есть коррекцией своего психоэмоционального состояния, то головная боль, конечно, она будет также приходить в течение некоторого времени. Что можете посоветовать тем, кто часто сталкивается с этой проблемой? Тем, кто часто сталкивается с этой проблемой, наверное, мы сделаем такое резюме, действительно, да, вот это вот немедикаментозная терапия. Первое – это релаксация, то есть мышечное и эмоциональное, психологическое расслабление, да. Это может быть отдых элементарный, соблюдение режима труда и отдыха. Это может быть обязательно физическая нагрузка, умеренная, лечебная физкультура, гимнастика, то, что близко человеку, да. Это могут быть йога, плавание, танцы. Дальше – это могут быть принятия, например, тёплой ванны, выслушивание успокоительных каких-то песен, записей, прочтение книги. Дальше – это стресс. Если у человека имеется какой-то стресс на работе, в семье, это как постоянный провоцирующий фактор, если его не убрать, головная боль будет повторяться. Поэтому нужно уметь формировать свои какие-то жалобы врачу, да, чтобы врач тоже мог знать, и врач тоже должен задавать вопросы. А нет ли у вас детей восьмимесячных, которые плачут, да, там ещё трое детей, которые мешают, например, мамочке спать. Да, на работе может быть действительно даже не просто сама работа, да, а именно вот это вот напряжение, ответственность, да, например, если человек чувствует, что у него какие-то страхи, то это надо прорабатывать. Про регулярную гимнастику мы сказали, про стресс мы сказали, и про адекватную физическую нагрузку также. Это основные вот эти медикаментозные. И медикаментозные мы уже ранее упоминали. А если голова болит без причины? Вот вроде всё хорошо и дома, и на работе, но нету весомых причин переживать, но голова всё равно болит. С чем это связано? Это очень много факторов на самом деле. Ну, действительно, первое, что посоветую, это прийти на приём к врачу. Желательно к неврологу, можно и к участковому терапевту. И можно даже показать свою какую-то современность, начитанность, как человека. Есть, например, дневник головной боли. Расскажите подробнее про дневник. Есть также дневник артериальной гипертензии, когда человек пишет своё давление, утро, вечер, пульсы, и смотря на динамику, прописывают необходимое лечение. Есть дневники сахарного диабета. Есть также дневник головной боли. Дневник головной боли содержит в себя две странички, инструкция и таблица. В таблице указаны вопросы, на которые нужно отвечать «да», «нет», либо односложно, да, там 15-10 дней, какие препараты приняли, что способствовало, была ли дневная, ночная, ну, ночной сон. Также приходите с дневником головной боли. Помогает легче понять пациента и тоже подобрать достаточно хорошую терапию и посоветовать пациенту хорошие рекомендации. Сон тоже многое говорит. Да, конечно, сон, ночной сон обязательно. Если, как мы знаем, если мы спим больше 8 часов, то тоже может голова болеть. Если мы спим меньше, а с 6-7 часов, то тоже головная боль вас может преследовать. Мы обязательно покажем эту таблицу, чтобы люди понимали, как легче, наверное, себя узнать. И врачу будет легче, и самому пациенту. Да. Чайна Аясовна, спасибо, что пришли к нам в студию. Надеюсь, что к вашим советам прислушаются жители и при частых болях обратятся все-таки к врачу. Это была программа «Красота и здоровье» с Инной Клаян и гость программы Чайна Аясовна Хертек. А вы будьте здоровы и не болейте, а мы встретимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok